Время летит 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 везде по-разному. Например, если вы движетесь с огромной скоростью мимо неподвижного наблюдателя, то с его точки зрения стрелки ваших часов будут двигаться медленнее. Есть еще один фактор, влияющий на течение времени – гравитация. Чем она сильнее, тем время протекает медленнее. Кстати, чем ближе к Земле, тем гравитация больше. Она словно тянет время, замедляя его ход. Оказывается, на первом этаже время идет медленнее, а на последнем – быстрее. Конечно же, эти эффекты несущественны при небольших скоростях и в слабых гравитационных полях. Однако они все равно учитываются при работе ускорителей, атомных часов, систем навигации. Время протекает только в одном направлении, и с этим связаны фундаментальные законы, как ни странно, физики. Рассмотрим явление энтропии. Энтропия связана с упорядочностью системы. Чем меньше порядка, тем больше энтропии – хаоса. Сама мысль, что этот хаос как-то может вернуться в упорядоченное состояние, кажется абсурдной. Однако, согласно законам физики, это возможно. Для этого мне всего лишь надо поменять направление движения всех этих частиц, но все же мы не видим такого в жизни. Воздушные шарики лопаются, пирамиды рушатся, люди умирают. Большой взрыв во Вселенной – это и есть примеры явления энтропии. Все во Вселенной стремится из более упорядоченного состояния перейти в более хаотичное. Именно в эту сторону направлено течение времени, изменить которое никто не в силах. Продолжение следует...